В Прибайкальском районе, который первым выбрал в качестве рабочего визита глава МЧС Российской Федерации Владимир Пучков, видимость порой не превышает и 200 метров. Из-за густого дыма от облета проблемных территорий в Прибайкалье, Баргузинском и Курумканских районах глава МЧС вынужден был отказаться. Первым поселением, где Вячеслав Наговицин и Владимир Пучков встретились с местным населением, стало катакель, где обоих руководителей люди забросали вопросами, главным из которых стал срок, в который потушат пожары. Поэтому село ваше под прикрытием, все под прикрытием, все будет нормально. В селе Черемушки, едва не сгоревшего минувшие выходные, глава республики и руководитель МЧС России, отвечая на вопросы жителей, заверили, что правительством Российской Федерации принимаются все меры по пожаротушению. Отметим, что своим распоряжением глава МЧС отменил на время чрезвычайной ситуации действие закона об охране лесов вблизи поселений. Теперь в случае приближающегося пожара и для профилактики возгораний, можно вырубить просеку, отделяющую поселение от пожаров. Реформаторы пришли, написали новый закон. Так вот в этом законе написано, что мы сейчас с вами не можем в лесу сушину взять даже. Да, да, да. Не заплатить. Это неправильно. После встречи с жителями поселка в Катакеле, Черемушки, глава республики Берятия Вячеслав Магдавицын, глава МЧС Российской Федерации Владимир Пучков, посетили один из самых проблемных участков в лесничестве. На лесной просеке, с предполагаемого места, где начался пожар, угрожавший прибайкальским поселением, тон министра изменился. Его возмутили порубки, оставшиеся от арендаторов заготавливавших лес. Министр выговаривал об этом исполняющими обязанности руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии Николаю Кривошееву. Кривошеев, идите сюда. Теперь я вам объясняю. У вас пойдет низовой пожар, все это разгорится, и пожар пойдет верхом, а с верховкой бороться совершенно трудно. Это надо отсюда убирать, если тем более вы встречный хотите запускать. Мы запашем это сейчас. Мы просто нарезаем минполушу контрольную, а потом запахивает. Бессмысленно ваша работа, пока вот это все не убрали. Бессмысленно. Еще одной сложностью в тушении пожаров стало слабое использование авиационной группировки МЧС и вооруженных сил. По словам сотрудников МЧС, причиной этому вновь стала сильная задымленность. Самолет пролетел выше, почему? Потому что земля не просматривается. Поэтому набрал высоту безопасную, ниже которой он не имеет права снижаться. Поэтому сейчас прошел на двух тысячах, сделал сброс, уходит на базу. 26 августа глава МЧС Владимир Пучков завершает свой инфекционный визит в Бурятию. По ее результатам уже сейчас можно говорить, что будут предприняты все усилия для пожаротушения. С самого же Владимира Пучкова журналисты республиканских и федеральных СМИ уже успели окрестить человеком дождя. После его визита в жаркую погоду сменяют ливни. Намсарай Намсараев, Евгений Павлов. Новости дня. Прибайкальский район.